всем привет меня зовут мурашка сергей и сегодня у нас тех обзор обновленного хвл f7x давайте посмотрим как он приспособлен к нашим условиям эксплуатации померяем лкп поговорим с мастером сервис-центра для того чтобы выяснить что же там принципе нового под капотом по подвеске по систем полного привода или наоборот не стали ничего портить составили все то что хорошо работало в общем обо всех обновлениях мы сегодня поговорим забегая немного вперед скажу сразу что никаких таких глобальных изменений по подвеске по нижней части рестайлинговой версии дорестайлинговой я например не нашел но в любом случае мы освежим в памяти у тех кто смотрел предыдущую наш тест дорестайлинговой версии либо если вы его не видели то будет вам полезно посмотреть как автомобиль устроен снизу и какие определенные особенности его эксплуатации например в наших условиях нужно учитывать итак поехали значит давайте начнем задней части это бампер у нас у нас в принципе свес не очень большой но единственный момент который немножечко нужно учитывать особенно при езде по бездорожью то что этот бампер ну в какой-то степени может быть чуть-чуть ковшом то есть сюда может попадать грязь здесь стоят датчики парктроника здесь вон стоит светотехника провода разъемы и так далее то есть вот этот момент нужно учитывать если вы покатались по грязной какой-то местности здесь забросала грязью ну как минимум это надо все вычистить помыть немножечко улучшает ситуацию то что здесь банк оглушителя стоит и она будет в какой-то степени мешать прям забору очень большого количества грязи сюда на банк но определенная часть все-таки попадать я думаю будет подвеска у нас значит тоже не поменялось не знаю никаких изменений по сравнению с прошлой я не вижу принципе все относительно просто понятно ну и надеюсь что надежно рычаги и амортизаторы полуоси все открыто и ну и кстати говоря для обслуживания здесь вообще ноль проблем все открыто и забегая немножко вперед скажу сразу что по ремонтопригодности в принципе это модель мне очень понравилось потому что практически ко всему есть пространство добраться вот например задняя подвеска я не вижу здесь проблем где бы можно было бы как-то встретить какие-то затыки с тем чтобы инструмент там головки ключи подсунуть то есть все в принципе открыто все классно единственный момент который нужно пятки учитывать здесь не закрыт редуктор с муфтой и соответственно если уж вдруг ну мало ли вы там выезжаете как-то так более или менее жестко на бездорожье ну возможно как-то прикрыть какой-то защитой хотя в целом но насколько я вижу так по уровню если вы прям не штурмуете бездорожье то зацепить ее будет вот этот узел довольно сложно так из того что мне нравится например глушитель вот если мы смотрим в проекции днище он не выпирает за плоскость то есть он не торчит его оторвать зацепить тоже довольно сложно он фактически вот где-то вот вровень с панелями с пластинами находится это опять-таки плюс именно на бездорожье то есть оторвать выхлопную систему надо прямо умудриться да и то скорее всего вы повредите какие-то другие элементы но не глушитель нету не трубы выхлопной системы значит из того что я бы рекомендовал сделать это дополнительный антикор почему потому что антигравий тут нанесен он нанесен так довольно перманентно и не везде скажем так ну вот я вижу здесь например над подрамником если можем так выразиться да есть потом вот здесь задней части над глушителем но опять-таки вот где лонжерон идет здесь нету антикора нету антигравия здесь вот где бак это кстати самые такие уязвимые места принципе для всех автомобилей это задняя часть в районе бензобака здесь желательно дополнительно за антикорить у дилера кстати минского есть эта опция стоит она примерно 600 рублей в долларах это на данный момент чуть меньше 300 долларов и такая же ситуация у нас вот здесь над карданом тоже открытые участки и в принципе немного но тем не менее если вы берете себе машину больше чем лет на 5 на 7 то я очень сильно рекомендую вот эти места защитить потому что например здесь мы видим вот пластиковые панели да и кстати говоря вот такая дуга защитная так понимаю металлическая но за ней открытые участки причем интересно то что швы много где промазаны но вот конкретно здесь здесь не промазаны герметиком швы и просто открытый участок то есть со временем это может дать коррозию но если вы при покупке нового автомобиля это дополнительно защитите то я думаю что сопротивляться коррозии вся эта часть вот нижняя будет гораздо лучше дальше идем смотрим но здесь опять-таки кардан глушитель система выхлопа в смысле и посмотрите вот здесь абсолютно такой большой открытый участок кузова ну единственное что топливопроводы и тормозные трубки здесь идут здесь кроме того что есть антигравий его дилер еще немножко покрыл сверху дополнительно антикором тоже самое рекомендую сделать и вам принципе антигравий вещь хорошая но дополнительно его все-таки немножко подзащитить учитывая количество открытого пространства не помешает и отдельно стоит отметить опять таки вот здесь над выхлопной системой открытые участки да здесь есть теплозащитные кожухи под которыми скорее всего не будет скапливаться грязь но тем не менее вот есть несколько открытых участков которые точно также стоит защитить ну и вот здесь мы видим тоже антигравий есть антикор дополнительно есть это принципе хорошо переходим потихоньку передней части значит опять повторюсь наверное из плюсов то что я вот для себя прям вижу как человека который занимался ремонтом автомобилей это открытость и доступность практически всех узлов и агрегатов вот очень прям классно все видно вот везде рука моя пролезет и с инструментом понятное дело что если вы покупали новый автомобиль вы сами сюда не полезете но со временем если у кого руки из правильного места растут когда заканчивается гарантия то я считаю человек может и сам обслужить свой автомобиль учитывая то что пока предпосылок на его какую-то ламучесть мы не видим то есть вот как нам сказали по 200 тысяч есть автомобили накатали ну и принципе чувствую себя пока на данный момент довольно неплохо ну по передней части такая же рекомендация в принципе как и по остальному кузову есть открытые участки есть даже к места без герметра на стыках поэтому вот эти части конечно же защитить нужно обязательно такая же ситуация кстати касается и стаканов слева и справа вот я вижу там кузовной гермет по стыкам идет но при этом открытые участки особенно это касается если вы много ездите по грязи и и начнет закидывать а как мы знаем грязь это аккумулятор влаги то есть как только у вас налипнет например грубо говоря сантиметровый слой грязи вы проедете по луже она впитает влагу сохнет это дело очень долго и вот это вот мокрая грязь она аккумулирует на себе вот эту влагу которая является источником коррозии самого металла до какой-то пары покрытие заводское держится но потом она все-таки сдается то есть ну понятное дело что это будет лет через пять не раньше скорее всего но тем не менее то есть если вы щепетильно относитесь к своей машине хотите продлить срок службы кузова и в том числе может быть даже его товарный вид чтоб потом продать как можно выгоднее то я рекомендую вот эти все открытые участки обязательно обработать так ну и переходим ну по передней подвеске тут останавливаться особо не будем все просто и понятно ремонтопригодно поэтому принципе никаких открытий нет значит кроме всего прочего здесь стоит вот у нас видите это даже не защита просто пыли от пыли от влаги с такими технологическими отверстиями в принципе конкретно такой кота защитной функции это особо на себе не несет но я так думаю что есть какие-то определенные защиты опять-таки если вы хотите штурмовать как какие-то внедорожные дисциплины то принципе можно поставить сюда металлическую защиту если особо не на какие-то такие оффроудные дела не выезжайте я думаю что особо заморачиваться не стоит по этому поводу ну и осталось у нас передний бампер губа как мы видим пластик на передней губе находится даже так ощутимо выше чем вот это пыль и влага защита скажем так и зацепить ее ну надо постараться до свеск определенный есть это не прям такой же он маленький но не был небольшой не маленький такой средний угол въезда в градусах не знаю сколько тут ну на первый взгляд так вполне нормальный для этого кроссовера учитывая что не без дороги не недорожник то вполне нормально основной вывод у меня такой в принципе ничего сильно глобально менять не стали все работает полный привод к нам сказали работает никаких нареканий нет на систему узлы и агрегаты по подвеске глобально ничего не ломается расходники только тормозные там колодки диски там какие-то может косточки и так далее вот поэтому автомобиль в целом для наших условий эксплуатации подготовлен неплохо я имею ввиду что даже позволяет выезжать естественно на какие-то внедорожные такие места ну скажем давайте так обозначим как средней проходимости вот и по большому счету ничего глобально оторвать вы здесь не оторвете единственная такая основная рекомендация как я уже сказал защитить кузов от воздействий нашей соли влаги и так далее я думаю что если вы это сделаете в остальном принципе здесь вопросов нет и у нас остался единственный наверное такой тест небольшой проверка на клиренс заявленный клиренс здесь 19 сантиметров а так как у нас видите машина стоит на таком подъемнике как раз где имитирует скажем так нахождение автомобиля на дороге то мы можем без проблем померить какой минимальный клиренс здесь есть и самое главное где он в каких точках автомобиля давайте так визуально вот мы если возьмем среднюю часть автомобиля здесь я вижу что в любом случае здесь больше 20 сантиметров в некоторых местах например до порогов тут и подавно больше сейчас все это конкретно померяем и тогда уже будем делать какие-то выводы по клиренсу смотрите до порога от дорожного полотна 30 сантиметров ровно 30 сантиметров но это мы взяли естественно такую довольно высокую часть давайте посмотрим что у нас ну вот из того что я вижу наверное нравится вот это вот 22 сантиметра до пластиковой защиты вот 20 и еще двоечка смотрите задней части автомобиля минимальный дорожный просвет который будет это вот около колеса подвеска значит здесь у нас ну прямо около самого колеса 18 с половиной вы чуть чуть меньше 19 вот здесь почти 19 это самое минимальное если мы берем так ну давайте проведем параллель вот до до редуктора заднего ну примерно 25 сантиметров примерно это сейчас не буду уже горизонтальные 24 25 сантиметров тут точно есть довод редуктора соответственно до муфты ну до бампера до выхлопной там еще больше поэтому не будем брать это в расчет пошли теперь передней части померяем что у нас здесь так опять таки рычаг смотрите нижняя точка ну вот возьмем ближайшее колесу 19 сантиметров и у нас давайте мы возьмем вот здесь до этой защиты здесь 20 сантиметров где-то примерно двадцатка маячит так давайте соответственно до рычага здесь двадцать два с половиной сантиметра ну вот чуть дальше от колеса и пожалуй самая наверное нижняя часть которая спереди у нас будет это вот я правда не знаю зачем вот это вот такой вот выступ в пыль и влага защите самый интересный момент что поддон двигателя находится гораздо выше давайте сейчас померяем примерно сколько будет так если взять так где-то сантиметров 18 примерно вот эта точка под поверхности дороги будет 18 сантиметров и до поддона еще пять здесь то есть прямой контакт с поддоном может случиться когда вы превысите отметку клиренса в 25 сантиметров так ну и давайте вот вот эта часть у нас а вот это кстати ровно 19 сантиметров девяточка видно ну до передней юбки тут сантиметров вот мы берем полу не по вот этой части вы что тут выемка проводим параллельную линию где-то 25-26 сантиметров до передней губы и так вывод следующий клиренс в 19 сантиметров в незагруженном состоянии заявлены здесь есть сто процентов и причем это действительно ну такие места где вот около колес там не прям вот которые повредить ну крайне сложно то есть как правило если вы штурмуете какое-то препятствие то в основном если вы цепляется то где-то середина плюс-минус то есть до середины тут больше 20 сантиметров в некоторых местах и 25 и 30 есть в общем 19 сантиметров честных есть сто процентов соответственно опираясь на эти данные можно смело говорить о том что с асфальта съезжать на этом автомобиле можно и клиренс и полный привод и в принципе параметры геометрической проходимости в целом позволяют конечно внедорожник из этого автомобиля они не делают но хороший такой проходимый кроссовер должен быть теперь у нас на очереди наш традиционный тест на проверку лакокрасочного покрытия и наличие оцинковки значит дилер говорит о том что вроде как оцинковка есть но они точно не утверждают ну катафорез они точно есть там какие-то ванны эти современные но я слышал что вроде как эти автомобили делают из оцинкованные прокатной стали поэтому мы сейчас померяем толщину лакокрасочного покрытия в россии все-таки машины собирают не будем забывать поэтому кроме качества покраски еще и толщину обязательно неплохо бы проверить ну и заодно посмотрим что покажет прибор именно в плане наличия оцинковки потому что китайские корейские японские автомобили обычно раньше ну практически никто не цинковал так поехали капот елки-палки прибор показывает 85 микрон феррум цинк слушайте неужели действительно и зацинкованные стали 80 феррум цинк так 77 72 64 на ребре тут 59 феррум цинк везде показано давайте еще здесь 67 ну клювик самый клювик 87 84 там 100 93 ну а так подождите так я знаете что не могу понять 1 у меня в некоторых местах прибор показывают феррум в некоторых феррум цинк выводы мы сделаем чуть попозже так 70 феррум цинк 10 3 давайте здесь крыло посмотрим 87 феррум цинк 69 105 70 78 феррум цинк ну давайте стойку 130 господи разброс конечно 117 феррум цинк 115 95 ну давайте крышу что ли 64 феррум цинк 60 ну крыша понятно всегда меньше 53 ну пишет феррум цинк интересно 90 дверь феррум цинк 95 давайте низ двери 94 77 здесь у нас 101 ты задняя дверь 93 87 феррум цинк 92 73 заднее крыло 106 феррум цинк 87 95 так крышка багажника 107 подальдика пластик что ли получается верхняя часть пластиковая так понимаю 94 76 74 70 82 ну и давайте крышу 64 феррум цинк 70 91 феррум цинк 105 вывод по покраске у меня не совсем однозначные значит по равномерности покрытия очень так грубо говоря от 60 65 микрон и до 100 на стойке по моему что-то под 120 было поэтому есть детали конкретно детали которые более-менее равномерно покрашены но есть и разброс в общем тут спорный вопрос меня больше за себя волнует какой момент именно наличие оцинковки потому что прибор в целом показывает оцинковку но было пару мест где я например прибором почему одно и то же место тыкаю мне показывает феру вопрос тут либо оцинковка где-то такая хромая то есть допустим ком-то месте и и там крайне мало то есть листы оцинкованной стали такие вот либо тут нет оцинковки прям но очень много цинкового покрытия именно там цинкосодержащих грунтов вот я пока не понял хотя в целом прибор показывает именно оцинковку он напомню у меня настроен в принципе что-то не показывать просто какие-то такие легко цинкосодержащие грунты то есть вот эту такую небольшую концентрацию цинка он специально не видит то есть датчик настроен так чтобы видеть именно конкретную оцинковку в общем выводы делайте сами напишите как у вас может быть сталкивались вы ли вы с какими-то проблемами по кузову например там ржавчина и слоение краски и так далее и тому подобное понимаю что машина относительно свежие даже в первом поколении но тем не менее если кто-то сталкивался напишите пожалуйста будет очень интересно почитать а выводы вот у нас примерно такие разброс по толщине краски есть но еще немаловажно все-таки красится это все в россии и не знаю как у этих моделей раньше к российской покраске вопросы возникали я очень надеюсь что китайцы сделали какие-то выводы в принципе из всего российского опыта не только именно китайских производителей общем сделали так что хотя бы современная покраска не будет этим страдать и минимум там лет 10 будет держаться так как она должна быть нанесена на автомобиль давайте поговорим с со старшим мастером сервисного центра китайских автомобилей константином на предмет того что же у нас поменялось в рестайлинговой версии каковы гарантии и узнаем конечно же немаловажный вопрос который волнует всех какие пропуск такими проблемами возможно сталкивались первые хозяева которые купили вот эту модель когда мы только только вышла и так константин давайте начнем с основного вопроса что по технической части поменялось вообще какие нововведения есть или наоборот ничего по технической части по автомобилю мало что поменялось это те же моторы тоже нам знакомая подвеска и тормозная система произошли виды изменений в салоне и мультимедийной системе ну машина обросла немного новыми функциями так в принципе обновление коснулось больше изменений в салоне и фейслифтинг хорошо тогда у меня вопрос почему не стали менять ничего по технической части то есть не было возражений предыдущих достаточно просто достаточно того что здесь есть нет автомобиль получился изначально в китае он был обкатом в китае потом вышел на наш рынок автомобиль получился хороший надежный поэтому решили они не под не доделывать его как говорят лучше есть хорошего к порт лучше врага хорошего поэтому на самом деле машины отъездили у нас под 200 тысяч первое были минимальные проблемы это с головным устройством потери блютузов там что-то в программном обеспечении но на удивление китайцы быстро эти вопросы решили то есть есть сервисные компании обновления все они за этим следят отслеживают ну соответственно мы это все делаем ну если кто-то начинает пользоваться какой-то функции которые раньше не пользовался то сейчас они приезжают мы это исправляем уже за пару минут но это в основном потеря bluetooth там бывает пинание коробки но это опять же все меняется адаптации либо прошивкой все это есть наличие проблем не возникает то есть я правильно понимаю что если допустим коробка пинается то это программная да да не механика именно программа но программная как мы знаем в принципе можно изменить обновлением прошивки например во многих случаях это действительно помогает машины меняют хозяева разный стиль езды поэтому коробка адаптивная не все понимают еще что надо здесь мы просто ее либо сбрасываем проводим адаптацию все человек довольно счастливые уезжают ну и конечно у меня вопрос еще по полному приводу нет проблем нет жалоб все адекватно работает все адекватно работает не хочу сказать на удивление в этом плане хавейл молодцы машина доделанная не в один мотор не в коробку то есть грубо говоря узловых серьезных замен и тем более ремонтов мы не производили ну и давайте так полюс мы заговорили о какой-то хотя бы первоначальной надежности какая гарантия на автомобиль основная гарантия это все узлы грубо говоря есть конечно таблица пока которая есть градация там диски колодки 5000 либо 6 месяцев тормозные резина манжеты вот такое вот все конечно но немножко есть по градации основная гарантия три года на двигатель и коробку это пять лет по кузову по лкп три года кузов весь цинкованный по моему кроме крыши насколько я знаю собираются в туле автомобиля и у меня в этой связи вопрос краситься там же до в туле сейчас локализация достаточно большая там и цех штамповки металла обработки и соответственно покраски по поводу покраски в россии раньше были вопросы но будем надеяться что как минимум хотя бы уже в современных реалиях российская покраска не сильно как минимум будет отличаться вот какой-то зарубежный может быть даже где-то и лучше потому что они не применяют эко-краски посмотрим изменилось ли что-то под капотом компоновка мотор ничего на самом деле тут не поменялось все то что и до рестайловой версии единственное если внимательно посмотреть до рестайловый рестайловый они перешли с delphi на bosch по блоку управления по блоку управления топливной системе да и дарби тоже весь на больше уже все на пошли вы видите поменяли поставщика принципе bosch фирма известная зарекомендовавшаяся довольно неплохо поэтому будем надеяться как минимум смена производителя был никак отрицательно не скажется на работе мотора ну хотя из delphi проблем не было вот я про это и говорю что в принципе delphi это и bosch и delphi это мировые признанные лидеры в общем это я так понимаю какие-то определенные внутренние игры китайцев потому что завод bosch с китая delphi выкупили китайцы до этого поэтому какие-то в общем внутренние там игры ну не разборки скажем так а наверное какие-то игры поставщиков но в общем главное нам в принципе все равно самое главное чтобы автомобиль на этих компонентах работал безотказно посмотрим изменилось ли что-то под капотом компоновка мотор ничего на самом деле тут не поменяла все то что и в дорестайловой версии единственное если внимательно посмотреть дорестайловый рестайловый они перешли с delphi на bosch по блоку управления по блоку управления топливной системе да и дарга тоже весь на bosch уже все на пошли вы видите поменяли поставщика принципе bosch фирма известная зарекомендовавшаяся довольно неплохо поэтому будем надеяться как минимум смена производителя эбу никак отрицательно не скажется на работе мотора ну хотя и с delphi проблем не было вот я про это и говорю что принципе delphi это и bosch и delphi это мировые признанные лидеры это был техобзор обновленного хвл f7x меня по-прежнему зовут мурашка сергей пишите в комментариях особенно если вы владелец какими проблемами или нюансами эксплуатации вы сталкивались или наоборот возможно у вас автомобиль уже там например там три три с половиной года вы накатали большой пробег и никаких проблем у вас не было в общем все отзывы оставляйте в комментариях это очень важно не только для нас но и для тех кто хочет приобрести такой автомобиль